Сегодня, 18 октября, адвокат родственников актера Дмитрия Марьянова Виктория Крылова дала пресс-конференцию. Она рассказала о ходе расследования причин смерти артиста и дележки его наследства. Под защитной Крыловой, сын Марьянова Даниил, на встречу с журналистами приехать не смог. Молодой человек был вынужден остаться с матерью Ольгой Аносовой. У первой гражданской жены артиста проблемы со здоровьем. У мамы Даниила были очень тяжелые дни. Это было связано с днями памяти о Дмитрии Марьянове. Ольга мне написала, что не может присутствовать на пресс-конференции. Добавлю от себя, что вся семья хочет справедливости в вопросе наследства актера. Я сама готова ответить на все вопросы семьи. Даниил сейчас находится с мамой. Ситуация, конечно, не очень хорошая, сообщила присутствующим Крылова. После юрист зачитала результаты медицинской экспертизы и назвала официальную причину смерти Дмитрия Марьянова. Артист скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с развитием кровотечения. Как оказалось, за 12 часов до гибели знаменитость получила тупую травму левой половины живота. Это и привело к перфорации сосудов. По данным экспертизы, первые основания бить тревогу появились в 10 часов 15 минут утра 15 октября 2017 года. Комиссия экспертов пришла к однозначному выводу, до 18 часов 30 минут его можно было спасти. Все это время состояние Дмитрия Юрьевича ухудшалось, он постоянно просил помощи. Под конец это были крики, вопли. И все это время человек не получал помощи, ему не была вызвана скорая помощь. Крылова также отметила, что ни один человек на земле не достоин того, что пережил Дмитрий Марьянов. Артист умирал долго и мучительно. Добавим, что ранее адвокат говорила, что вдова Марьянова Ксения Бик отказалась мирно урегулировать спор за многомиллионное наследство артиста. Она не впускает отца и сына Дмитрия Марьянова ни в одну из трех его квартир. По словам Виктории Крыловой, ее подзащитный не хотел доводить дело до суда, предлагал варианты решения проблемы, но, судя по всему, к Фемиде все же придется обратиться.